Всем привет, с вами Павел и сегодня будет необычная серия. Я хочу записать такой небольшой гайд для новичков, которые собираются играть в эту игру или собираются пройти ее в будущем. Итак, перед нами игра Battle Chasers Night War от Airship Syndicate. Игра представляет собой классический вариант JRPG игр, подобные можно, например, вспомнить как серию Final Fantasy. Игра приветствует постоянный гринд, кач и фарм. Благо, дело, здесь все бои у нас пошаговые, поэтому всегда можно остановиться, немножко подумать, для каждого боя сделать какую-то свою собственную особую тактику. В этой игре нам предстоит постоянно качаться, персонажи должны постоянно со всеми сражаться. Однако, рано или поздно эти мобы на карте заканчиваются. Что же делать, чтобы мобы снова появились? А все очень просто. У нас на карте мира есть небольшие подземелья, которые можно проходить несколько раз на любом уровне сложности. В принципе, всего уровень сложности 3 это нормальный, героический и легендарный. Вот, например, самые первые подземелья, которые встречаются нам в игре, это железные заставы. Изначально всегда дается только 2 уровня сложности, это нормальная, героическая. После прохождения этого подземелья на любом уровне сложности открывается последний уровень сложности, легендарный. К сожалению, я так и не заметил особой разницы в сложности этих подземелий. Поэтому рекомендую даже новичкам проходить подземелья на максимально доступном уровне сложности. Так вот, после того, как вы защищаете подземелье, как вы его прошли, на карте мира снова появляются мобы. И да, они будут такого же уровня, как и раньше, и поэтому можно фармить, 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 фармить опыт нашим героям практически до бесконечности. Для чего это нужно? У нас в игре, помимо основных целей, есть и дополнительные цели. Но я столкнулся с таким вариантом, что некоторые дополнительные цели проходить намного сложнее, чем основные. Так как, ну вот, например, владелец таверны просит нас спуститься в канализацию и разобраться с неким монстром. К сожалению, данный монстр практически на несколько уровней сильнее моих сегодняшних персонажей. Я вот могу показать, вот они сейчас 10 уровня, и босс в этой миссии 12 уровня. Справиться с ним практически нереально сейчас. Вот, поэтому рекомендации, если вы не можете справиться с каким-то боссом, то просто ходите и качайтесь. Игра поощряет вот этот гринд, этот фарм. У нас есть такая закладочка, как бестиарий. В бестиарии есть кнопочка таланта. Вот я ее сейчас нажимаю, и здесь показано, что мы, побеждая определенное количество каких-то монстров, можем повысить некоторые характеристики для наших персонажей. Вот, например, убивая 100 врагов на данжене Клыкастого Пути, выносливость всех наших героев возрастет на 1%. И таких талантов здесь достаточно много. Вот я вам сейчас демонстрирую. Соответственно, качаясь, качаясь и еще раз качаясь, мы волей-неволей все равно повышаем наши таланты. По чуть-чуть, на 1%, но в совокупности, по накопительной, это становятся довольно внушительные цифры. Поэтому рекомендую тратить какую-то часть своего времени на просто обычный кач. После того, как вы проходите какое-то подземелье, я рекомендую практически сразу же вернуться опять в это подземелье и пройти его на максимальной легендарной сложности. В принципе, если вы прошли его уже на героический, то легендарка для вас не составит особого труда. Однако, за его выполнение вы получите какой-то рандомный шмот. И этот рандомный шмот почему-то оказывается всегда лучше, чем то, что продается у нас, например, в кузнице, в других магазинах. Именно поэтому я сейчас не рекомендую покупать в магазинах какую-либо одежду, какую-либо экипировку или оружие, а просто вкладывать полученные деньги в улучшение этих магазинов. Требуется достаточно много этого золота, поэтому лишнее оно у вас никогда не будет. Сейчас же, если посмотреть список товаров кузнеца, он продает достаточно дорогие вещи, но эти вещи всегда оказываются слабее тех вещей, которые вы получаете в данженах. Коллекционер продает замечательные книжки, которые, к сожалению, покупаются не на основную валюту, а на такие вот темные монеты, которые повышают уровень либо одного персонажа, либо сразу целой группы. Например, вот, дает одну очку талантов всем героям. Конечно, не дешевые книжечки, но это все же лучше. Кстати, про сами подземелья. Например, я зачистил 4 раза самые первые подземелья с железной заставы и, к своему удивлению, обнаружил, что подземелье каждый раз меняется. Соответственно, если новички, которые хотят подсмотреть у какого-нибудь человека, который проходит данную игру, как проходится то или иное подземелье, то они могут изначально не понять и огорчиться, что да, они проходят подземелье, зашли, смотрят у них одна комната, а в видеогайде у какого-нибудь другого человека подземелье имеет совершенно другую форму. Однако, как я заметил, подземелье не сильно видоизменяется, остаются комнаты, где есть какие-то определенные скрипты сюжетные или какие-то сюжетные персонажи. Эти комнаты остаются без изменений. А вот какие-то второстепенные комнаты, где лежат какие-нибудь, ну, обычные сундуки, где бродят обычные монстры и какие-нибудь ловушки стоят, эти комнаты могут меняться, либо просто перетасовываться и вставать в данжене в каком-то своем, заранее приготовленном порядке. То есть, даже зачищая одно и то же подземелье, вы три раза в него зайдя, можете столкнуться с тем, что три раза это подземелье будет выглядеть по-разному. Однако его, повторюсь, основные точки останутся неизменными. По поводу талантов в игре. Рекомендую сразу выбрать какую-то определенную ветку и стараться вкачивать этому персонажу именно эту ветку. Всего можно набрать в определенной какой-то ветке, которая предлагается на выбор. Каждому персонажу предлагается на выбор две ветки. Вот я сейчас демонстрирую их. Набрав 100 очков определенной ветки, вы получаете уровень мастера. И здесь вот нам подробно указывается, что дает каждые 20 очков в этом ранге. Соответственно, мы повышаем какие-то свои определенные характеристики и усиливаем в разы персонажа. Поэтому не стоит бросаться вкачивать две ветки одновременно. Артиллерии, например, и природу от Калибретто. Лучше сосредоточиться на какой-то одной ветке и получать мастерство именно в ней. Дабы ваши персонажи к середине игры не выглядели дохляками, а были экспертами в какой-то определенной области. В инвентаре я рекомендую ничего особо не копить. А предметы, которые вам не нужны, просто сразу продавать. Потому что в ближайшем подземелье вероятность того, что вы получите более сильное оружие или улучшенную броню, всегда будет выше. Также не спешите выполнять какие-то дополнительные цели. Потому что, как я уже сказал раньше, эти дополнительные цели могут быть выше уровнем, чем вы сейчас есть. В Бестиарии обратите внимание на закладочку «Таланты», где нужно выполнить определенное число убийств того или иного монстра и получить небольшой уровень повышения талантов для наших персонажей. также рекомендую читать все книжки, все свитки, которые вы найдете, зачищая подземелья. Что это нам дает? Во-первых, каждая прочитанная книжка дает нам небольшое количество монет. А если мы прочитаем все книжки из определенного раздела, то получим дополнительные какие-то поощрительные призы. Ну вот, например, за донесение бандитов на самом первом данжене «Железные заставы» мы сможем получить небольшой том знаний, который добавит 1 очко таланта нашим героям. Что очень полезно на самых первых уровнях. К сожалению, так и не выяснил, для чего нужна рыбалка. Это такие небольшие мини-квесты, которые особо ничего не дают. Только, наверное, какое-то моральное удовлетворение, что мы поймали какую-то определенную рыбу. Говорят, дальше будет персонаж, который будет скупать эту рыбу, но, к сожалению, я его еще не нашел. Поэтому, может быть, в дальнейшем эта рыба и потребуется нам, но новичкам она совершенно ни к чему. Поэтому не стоит сразу хватать какую-то и покупать хорошую удочку и хорошую приманку. На первоначальных уровнях вам вполне хватит и того, что у вас имеется. Вот, собственно, и все, о чем я хотел сказать. В дальнейшем я планирую подготовить еще один гайд, в котором более подробно расскажу об основных аспектах данной игры и на что следует обратить свое внимание. Надеюсь, вам этот гайд поможет и вы не сделаете некоторых моих ошибок. Всем пока!